всем привет 21 октября я максим журавлев и на канале про деньги и рынки давайте затронем очень дискуссионную тему доллар сша или китайский юань какая валюта более перспективно по отношению к рублю что лучше покупать доллары или китайские юани давайте вот эту тему обсудим в этом обзоре поговорим по основным факторам которые влияют и на курс доллара и на китайский юань и попытаемся все-таки понять и ответить на вопрос доллар сша или китайский юань начнем но прежде чем начнем обсуждать текущую тему заявленную тему давайте посмотрим что у нас на валютном и товарных рынках происходит на момент записи обзора сейчас московское время ну практически 1 час дня без пяти минут пока пишу данное видео индекс доллара у нас немного подрастает символично но тем не менее здесь некоторая локальная поддержка у нас формировалась на уровне девяносто три с половиной пункта сейчас поддержку доллара может оказать заявление федеральной резервной системы сша но она будет только лишь в ноябре в следующем месяце поэтому вероятно рынок возможно будет уже закладываться под это событие что касается валютная пара доллар рубль то на московские на московской бирже на торгах рубль у нас немного теряет в цене по отношению к доллару символично тоже немного но тем не менее технически пока мы продолжаем держать вот этот уровень поддержки который приходится на нижнюю границу вот этого треугольник которому с много раз сами говорили и вероятен некоторый отбой то есть падение рубля по отношению к доллару с технической точки зрения но я думаю что фундаментально здесь тоже определенные есть причины кстати прошла новость то что за последние сутки банк россии купил валюты на открытом рынке порядка 15 миллиардов 15 миллиардов 100 миллионов рублей потратил на то чтобы купить валюту мы с вами понимаем что эта валюта покупается для по заявкам минфина россии а минфин россии покупать для того чтобы ее складировать искать фонд национального благосостояния а фнб в свою очередь без доллара мы это с вами знаем я недаром вот именно эту тему сейчас затронул потому что мы сейчас вернемся к вопросу доллара и китайского юаня теперь далее поедем что у нас на товарном рынке нефть сейчас корректируется нефть марки brent торгуется ниже отметки 85 долларов за баррель несмотря на то что запасы вышли относительно неплохие а между статистика по запасам сша вчера сырой нефти даже некоторое снижение наблюдается запасов но тем не менее нефть корректируется вообще я хотел бы тут сказать пару слов вставить так сказать по поводу энергетического рынка честно говоря я ожидаю небольшую коррекцию вообще в целом по всему энергетическому рынку я имею ввиду и нефть и спг и уголь а все почему ну вот например давайте посмотрим такую новость значит китай на крупнейшие в китае угольнодобывающие компании обещает увеличить добычу нефти для того чтобы сбить предельные цены вообще проблема со с ценами на уголь особенно в китае это проблема уже несколько недель несколько дней недель моего тоже обсуждали и высокие цены на уголь в китае конечно же приводит к тому что действительно растет стоимость электроэнергии вот тут написано что энергетический уголь вырос на 200 процентов вот в этом году что конечно ожидает на стоимость электричества выработано для нужд промышленности поэтому китайские власти конечно не могут долго оставаться в стороне не вынуждены какие-то меры принимать и принимает решение увеличивать добычу угля у себя в стране для того чтобы сбить стоимость поскольку до этого они достаточно много импортировали угля то есть покупали его у других поставщиков я думаю что вот эта новость конечно же она безусловно отразится на рынке и если действительно мы увидим увеличение добычи угля в китае то понятно уголь упадет я полагаю что по этой причине сейчас например корректируются такие бумаги на российском рынке если мы говорим например как распадская до более чем два процента падения мечел до мечел мы тоже в общем-то эту компанию отслеживали тоже корректируется ну да ладно сейчас не будем на этом заострять внимание суть здесь я думаю понятно что еще может повлиять на падение цен на товарных рынках так это рынок спг жижного природного газа вот эта новость здесь написано что газпром практически уже на 97 процентов заполнил свои хранилища и вот эта ситуация позволяет газпрому увеличивать экспорт газа в европу а если то например согласует наконец-таки северный поток 2 то есть даст разрешение на работу и как только это разрешение будет получено газпромом то естественно голубое топливо пойдет в европу по ниткам газопровода северного потока 2 и соответственно предложение спг на европейском рынке будет увеличенным а если увеличивается предложение то по закону спроса и предложения цены на спотовом рынке конечно же пойдут вниз я полагаю что как минимум два этих фактора то есть китайские угольные компании плюс вот эта новость по поводу газового экспорта газпрома и наличие огромного наличия газа уже в хранилищах то есть добытого и складировано в перспективе может охладить энергетические рынки но и понятно цены пойдут немножечко в коррекцию что касается рынка нефти я думаю что рынок нефти в этом смысле тоже будет синхронно повторять общую динамику на товарно-сырьевом рынке поэтому я думаю что вот эти все факторы они совокупности будут учтены и рынок нефти тоже пойдет в коррекцию на этом фоне понятно российская валюта у нас вероятно может упасть в цене поскольку во многом мы зависим от энергетических рынков но и я думаю что логика здесь вполне себе объяснимо если вы считаете что здесь что-то я не учел пожалуйста напишите в комментариях но давайте теперь вернемся к вопросу китайского юаня и американского доллара значит китайский юань смотрите в последнее время мы видим что китайский юань находится на своем локальном максимуме то есть мы посмотрим например эту картину с более такого боль глобального таймфрейма это недельный таймфрейм это валютная пара доллар сша китайский юан то есть логикой такая если это валютная пара падает вниз, это означает, что растет курс китайского юаня по отношению к доллару США, ну по аналогии с валютной парой доллар-рубль. И уже многие говорят о том, что действительно китайский юань это перспективная валюта, возможно она в какой-то мере будет поддавливать или вытеснять, в том числе из расчетов американский доллар, и возможно имеет смысл увеличивать долю китайского юаня у себя в инвестпортфелях. Но прежде чем мы будем с вами рассуждать по поводу доллара или китайского юаня, я хотел бы здесь обозначить один момент, что мы говорим по отношению к рублю, к российскому рублю. Вопрос, почему китайский юань сейчас укрепляется? Это во-первых. И во-вторых, почему ФНБ России увеличил долю китайского юаня у себя в портфеле? Мы эту тему вот в самом начале заострили на нее внимание, да, и вот сейчас мы опять к ней вернулись. Я считаю, ответ заключается в следующем. Во-первых, значит, китайские власти, они ведь долгое время предупреждали рынки о том, что будут отпускать китайский юань полностью в рынок, да, то есть не будут его регулировать, полностью отпустят китайский юань в рыночные условия, и в этом смысле они уже не будут принимать решения покупать или продавать, и таким образом не будут поддерживать стоимость китайского юаня. А все почему? Вообще, на самом деле, мы с вами понимаем, что Китай это экспортно-ориентированное государство. В основном оно зарабатывает только лишь за счет экспорта. В последнее время вот рост ВВП Китая, вот он как раз таки в основном-то и на экспорте был завязан. Соответственно, дорогой китайский юань по отношению к тому же доллару, это плохо для экспорта, поскольку дорожает экспортный товар. Все понятно. Но здесь другая сторона вопроса. Китайские власти в последнее время взяли курс на рост экономики, причем ориентированы на внутренний рост, на развитие промышленного производства, на развитие каких-то тяжелой промышленности, легкой промышленности, машиностроительной промышленности, ну и так далее, и так далее. То есть мы говорим про реальную внутреннюю экономику Китая. И для этих целей, конечно же, им потребуется очень много энергии. Вот мы только что об этом с вами говорили, что Китай сейчас будет больше угля добывать для того, чтобы сбить стоимость угля и для того, чтобы сбить, соответственно, стоимость электроэнергии. Вот и получается, что если в последнее время мы с вами наблюдаем рост стоимости, например, на тот же уголь, то китайские власти пришли к выводу, что необходимо девальвировать доллары США по отношению к китайскому юаню. То есть укрепить китайский юань. А все почему? Потому что тот же уголь на внешнем рынке, он номинируется в долларах США. Поэтому, если, например, доллар США станет дешевле по отношению к китайскому юаню, это означает, что стоимость того же угля или той же нефти, которая тоже за доллары продается, станет для Китая дешевле. Вот, соответственно, они отпустили эту ситуацию полностью в рынок. То есть они перестали манипулировать, например, китайским юанем, курсом китайского юаня. И, естественно, инвесторы стали охотно заходить на китайский рынок, понимая, что экономика растет, ВВП растет. Тем более, Китай, по-моему, единственная страна, которая показала положительный рост экономики по итогам 2020 года. Ну и, соответственно, китайский юань начинает резко расти по отношению к доллару США. Просто китайские власти отпустили китайский юань для того, чтобы дешевле покупать, например, уголь и нефть на международном рынке. Вот, я думаю, здесь главная задача. Здесь еще одна есть причина, почему китайский юань укрепляется. Дело в том, что, как сказано в этой заметке, очень много сейчас стало долларов в системе, в китайской банковской системе. То есть огромная избыточная ликвидность, вот именно долларовая. И, соответственно, это все давит на доллар США против китайского юаня. Здесь написано, что еще одна причина, по которой Национальный банк Китая может смириться с действиями юаня, то есть не думать о том, что он сильно укрепляется, потому что очень много долларов в банковской системе накоплено за последние пару лет. Вот такая вот причина. То есть получается, что долларов очень много стало, но вот, соответственно, Китай, в общем-то, здесь и не беспокоится по поводу того, что он растет так сильно. Но и при этом здесь же отмечается в этой заметке, что китайские власти еще и ждут, когда, например, Федеральная резервная система США начнет сворачивать свою программу и настанет период рано или поздно повышения процентной ставки. И это фактически может оказать поддержку наоборот именно доллару США. То есть вот здесь написано, что альтернативой, почему вот Национальный банк Китая ждет, когда Федеральная резервная система США начнет ужесточать свою политику, что может сократить приток иностранных денег и подталкивающих юань вверх. То есть если на более простой язык перевернуть, то просто напросто Банк Китая ждет, когда ФРС начнет сворачивать программу, повышать ставку и иностранные инвесторы будут меньше заходить на китайский рынок и, соответственно, это все в обратную сторону пойдет, а до того момента уже китайский юань в достаточной мере укрепится и пойдет в обратную сторону. Теперь, собственно, друзья, отвечаем на вопрос по поводу все-таки, что лучше покупать, китайский юань или доллар США. То есть если мы с вами срезюмируем, то есть подведем общий такой итог, то мы с вами понимаем, что китайский юань сейчас укрепляется в основном из-за того, что высокие цены на энергоносители в мире, то есть нефть, уголь и газ очень дорого стоят. И для того, чтобы его дешевле покупать, нужно укрепить китайский юань. И вторая причина – это наличие огромного количества долларов в банковской системе Китая. И если мы опять-таки вернемся к той мысли о том, что вероятно коррекция на рынке товарном, то есть из-за того, что много сейчас угля будет добывать Китай сам, что много газа пойдет в Европу из-за того, когда подключат Северный поток-2, но я думаю, что коррекция и на рынке нефти тоже не заставит себя ждать, если все начнет корректироваться. То в этом смысле я думаю, что китайский юань наоборот начнет падать по отношению к доллару США. Поэтому здесь однозначного ответа нет. Но мы с вами уверились, что мы говорим против рубля. Для этого давайте перейдем на вот этот интересный график. На ваших глазах график, где указано два по сути графика. Синий график – это валютная пара китайский юань рубль, а оранжевый график – это доллар рубль. И, как вы обратили внимание, по сути дела, это две очень похожие динамики. То есть, фактически мы с вами смотрим, как себя ведет курс рубля по отношению к доллару и по отношению к китайскому юаню. Если мы на это все посмотрим, то мы видим очевидную корреляцию. Поэтому, принимая во внимание все вышесказанное, если мы говорим против российского рубля, две валютных пары доллар или китайский юань, то я полагаю, вообще нет никакой разницы. Более того, доллар – это все-таки более ликвидная валюта. За доллар США хотя бы вы можете большее количество инструментов купить, например, акции, ETF-фонды, золото, либо за доллар купить другую валюту. А за китайский юань, например, у вас уже не будет такого расширенного инструмента, например, для покупок, для инвестиций. Поэтому я полагаю, что, конечно, кому охота покупать китайский юань, тем более, я думаю, сам прикупить немного китайского юаня, просто для того, чтобы он был как в виде кэша. Пожалуйста, я думаю, вползи себе неплохая перспектива. Но, а если вы все-таки хотите этот кэш в долларом выражении каким-то образом в перспективе инвестировать, то я думаю, что здесь доллар без вариантов. Поэтому ответ мой такой. Принципиально, я считаю, против рубля без разницы, что покупать доллары или китайский юань. Но доллары в этом смысле, я думаю, что в приоритете. Поэтому все-таки я останавливаюсь на долларе США. На этом пока все. Пишите свои комментарии. До встречи в следующих видео. Пока.